Парарархиз начинаем из кабинки фуникулера. Мы сейчас спускаемся с высоты 2200 метров, а наша гостиница находится чуть ниже, на высоте 1600. Собственно говоря, мы сюда приехали, ставили машину, заселились, и дальше уже машины не идут. Дальше либо маршруты хайкинга, то есть пешие, либо экскурсии, вы берете какой-нибудь уазик и можете ехать тут по точкам. То есть основное место, где мы находимся, это Архиз, высота 1600 метров. Дальше в этом видео я вам расскажу немножко о том, как мы сюда добирались, если вы никогда не были, только слышали об Архизе. Я вам расскажу, чем здесь можно заниматься. Я вам расскажу об основных моментах в плане проживания, что вообще здесь есть, инфраструктура вся, и мое общее мнение об Архизе, если сравнивать весь этот курорт с ближайшим, это Сочи или Республика Адыгея. А пока делюсь с вами видами Архиз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Архиз – это не только название села в Карачаевой Черкесии. В этих краях можно найти гораздо больше, чем вы можете себе вообразить. Здесь вы найдете горные озера и невероятные водопады, древние городища и храмы, бескрайние равнины и швейцарские шале. Это первая часть серии выпусков об Архизе и его достопримечательностей, которые нельзя не увидеть. Главная точка на карте, куда все приезжают – это курорт Архиз. Здесь же находится и панорамная смотровая площадка. Расположена она на южном склоне, на высоте 2240 метров. Попасть туда можно на канатной дороге Млечный Путь, а добравшись на вершину, полюбоваться огромной деревянной надписью «Архиз». Погулять по экотропе в старом сосновом лесу и выпить горный чай с видом на главный Кавказский хребет. Если вы приехали в Архиз, не сфотографировались возле надписи и не выставили фотографию в Инстаграм, то считайте, что вы взяли грех на душу. Очевидно, что это самая фотографируемая локация в Архизе. Раз уж это наша первая часть об Архизе, и, кстати, не забудьте подписаться, чтобы увидеть следующее, то давайте подумаем, с чем еще ассоциируется у нас это название. Конечно, вам в голову приходит одноименная вода. Я уверен, что в ближайших магазинах или супермаркетах вы видели бутылочки с надписью «Архиз». Так вот, добывают эту воду в одном из источников в горах на высоте 1505 метров. А местные уверены, что эта вода является источником молодости, что подтверждают кавказские долгожители. Архиз посещают не только любители лыж или хайкинга. Сюда приезжают и те, кто увлечен наукой. Здесь рядом, на высоте 2000 метров, в 17 километрах от нижнего Архиза, находится астрофизическая обсерватория, которую можно посетить и с экскурсией, записавшись на нее заранее. Мы были рядом с ней дважды, но, к сожалению, не попали. Причина следующая. Посетить обсерваторию можно до 3 часов дня. Вам нужно приехать на пропускной пункт и оставить свои регистрационные данные. Наш график, к сожалению, или к счастью, был построен так, что в обсерваторию мы не попали. Зато мы попали в храм. Настоящий. Древний. Северный. Государство Алан в предгорьях Северного Кавказа в Средневековье получил название Алании, и Северный храм представляет собой один из трех сохранившихся крестово-купольных храмов 10-11 веков, который находится на Нижнеархизском городище. Точная дата постройки храма неизвестна, но, предположительно, он был сооружен в конце 10-го, начале 11-го века. Другое название храма – храм великомученика Георгия Победоносца. До сих пор внешний вид храма ничем не отличается от того, что было здесь 10 веков назад. Здание полностью ни разу не переделывали. Храм сложен из песчаника и имеет форму креста. Предполагается, что сами жители Магаса, столицы Алании, после принятия веры в 1916 году начали закладывать новый храм. Вы удивитесь, но в Архиз приезжают и паломники. Недалеко от городища с храмами находится лик Христа. Он был обнаружен в конце 90-х. До сих пор между верующими и учеными ведутся споры, является ли наскальная икона нерукотворной или же ее создал человек. По одной из версий, изображение мог создать художник-реставратор и археолог Дмитрий Струков, путешествующий по Кавказу в конце 19 века. В окрестностях Архиза им был обнаружен памятник осетинской письменности, а также Струков делал зарисовки фресок со стен тех самых зеленчугских храмов. Лик Христа изображен настолько мастерски, что даже естественные трещины в скале гармонично вписались в рисунок. Струков также создавал копию гребневской иконы Божьей Матери для одного из монастырей, и икону считают чудотворной. Так у краеведов появилась мысль о том, что Дмитрий мог бы быть и автором лика на скале, хотя в его альбоме с зарисовками никакого намека на данную работу нет. Другие же ученые, более детально изучившие рисунок, обнаружили, что изображению как минимум 6-7 веков. Есть и такая версия от сотрудников местного краеведческого музея. Лик Иисуса был создан в 14 веке, чтобы защитить население от эпидемии чумы. Но с такими выводами согласны не все. Также по результатам исследований было установлено, что лик Христа был написан с помощью яичной темперы, особенно популярного способа в средние века и эпоху Возрождения. А изображение, написанное темперой, отличается удивительной прозрачностью. Так можно и объяснить способность данной краски исчезать при ярком освещении и появляться более четко в пасмурную погоду или сумерки. Друзья, спасибо, что посмотрели этот выпуск. И в следующей части мы с вами отправимся смотреть Софиевские водопады и горные озера. Увидим бескрайние долины и узнаем, какие здесь есть маршруты для хайкинга. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. И не забывайте, что у нас есть второй канал о зарубежном образовании – SMAPS Education. Там я рассказываю о зарубежных учебных заведениях, возможностях учиться за границей, где лучше изучать языки и как выбрать школу ребенку. Субтитры создавал DimaTorzok